Пошла, пошла. Но и потолок. Наталья говорит, в ход шли все емкости в доме. Сковородки, все ушли сковородки, все банки, все кружки до единого, даже лоток у кошачьего шел. Ее супруг Евгений рассказывает, сразу кинулись к соседям, но дома никого не было, так что остановить воду удалось не сразу. В итоге квартиру теперь придется капитализ, поднимать полы, перетягивать потолки, переклеивать обои, менять сдвушуюся мебель. Семья говорит, с радостью бы уехали из сырой квартиры, но не могут. Вот их семилетний сын лежит с загипсованными ногами. Вставать ребенку категорически нельзя, перевезти его куда-либо. Тем более. Мама мальчика рассказывает, когда вода только пошла в дом, ребенок очень испугался. Не знал, что делать, а главное, как спрятаться от водопада, который лился прямо на него. Ладно мы, мы взрослые, мы на улице, мы этим не дышим, он этим дышит, это клей, это грязь, это все ужасно. Стель вся мокрая, на что он лежал. Шкаф, одежда, это все тоже очень мокро. Как элементарно даже укрыть его, ну было нечем, он замерз. Позже отец семейства узнал, квартира выставлена на продажу. Хозяин в ней не живет, ею занимается риэлтор. Когда же получилось встретиться с собственником квартиры, он никак не отреагировал на просьбу оплатить ремонт. Вот обои все желтые. Двер в туалет не закрывается. Я ему подошел, сказал, что будем делать, как будем решать вопрос. Мы не пообщались, можно так сказать. Он со мной диалог не был. Сегодня приходила девушка с управляющей компанией. Ну, как бы составила она все полностью, посмотрела все. Председатель народного контроля в ЖКХ Роман Казаков говорит, это одно из первых действий, которые нужно сделать в этой ситуации. Сначала стоит оперативно вызвать аварийку и перекрыть воду, если соседей нет дома. Затем нужен акт от управляшки. А дальше важно заснять на фото и видео все последствия наводнения в вашей квартире. Если виновник готов идти на контакт, можно обсудить размер компенсации и закрыть дело. А вот если сосед ваш не согласен, тогда нужно приглашать экспертов оценивать ущерб и отстаивать свои права уже в судебном порядке.